Да, это она, Камбала или Тюрбо, или, как её ещё называют испанцы, Радабайо. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско, вы смотрите Кулинарную пропаганду. Сегодня я собираюсь вам показать способ приготовления рыбы, рекомендованный одной из самых известных, пожалуй, в мире кулинарных школ Le Cordon Bleu. Способ хорош своей изумительной простотой. А ещё он хорош тем, что на выходе мы получаем изумительно сочную, и при этом никакими добавками, никакими приправами неиспорченную рыбу. Что нам это даёт? Это даёт нам возможность, используя по настроению всякие разные соусы, гарниры, получать каждый раз новое классное блюдо. Породим на рабочее место. Готовить таким способом можно любую рыбу. Время приготовления зависит от целой кучи разных факторов. В описании этого видео я обязательно размещу табличку Le Cordon Bleu с рекомендациями для каждого из типов рыбы. Сразу хочу заметить, возможно, моя микроволновка подбирается мощностью, потому что у меня времени на приготовление уходит раза в полтора-два больше, чем рекомендовано поварами школы. Итак, вот у меня камбала. Она выпотрошена. Весит 700 грамм. Смотрим в табличку. Ну, или в описании видео заглядывайте. Цельная плоская рыба. Полторы-две минуты на каждые 250 граммов веса при мощности 600-700 ватт. То есть для моей камбалы получается 5-6 минут. Однако в моей микроволновке на это реально уходит 10 минут. Учтите, все разговоры я веду про рыбу, которую только что достал из холодильника. То есть сейчас ее температура плюс 5 градусов. А температура готовности рыбы 55 градусов по Цельсию. Поэтому, если ваша рыба уже успела нагреться до комнатной температуры, ну, 18-20 градусов, получается, что вам нужно ее нагреть всего на 35 градусов. А если она у вас, как и у меня, из холодильника, то есть плюс 5, то вам нужно ее поднять с 5 до 55 на 50 градусов. То есть разница получается в 30-40%. Поэтому, соответственно, при постоянной мощности микроволновки и времени у вас уйдет на те же самые 30-40% больше. Учитывайте это. Как я уже сказал, исходя из опыта обращения со своей микроволновкой, на приготовление такой камбалы у меня уйдет 10 минут. Поэтому сначала займусь гарниром. Пока картошка отваривается, приготовлю очень простой соус, который отлично подходит к такой рыбе. Для него мне понадобится лимон, соевый соус и главный ингредиент – острый красный перец. Это очень острый перец. В Испании он проходит под наименованием Каенского. Разотру его хорошенько. Вы можете использовать любой острый красный перец, какой найдете. Даже свежий. Я вам больше скажу. Вы вообще можете другой соус приготовить. Или другой гарнир. Или вовсе обойтись без них. Цель сегодняшнего ролика – показать вам вот эту простейшую технику к получению потрясающе сочной, классной рыбы. Итак, красный перец и соевый соус. И хороший, сочный лимон. Главное, чтобы семечки в соусе не плавали. Что получилось? Отлично. Кислота лимона и острота перца прекрасно подстегнут вкусовые пупырышки, сделая вкус рыбы ярче. Можно было бы, конечно, еще свежего имбиря натереть, но именно камболи, я думаю, это будет перебор. Все-таки имбирь имеет слишком сильный свой вкус и аромат, и он начаться забьет вот этот свежий вкус рыбы. Картошка почти готова, пора отправлять рыбу в микроволновку. Осталось добавить красок к гарниру. Слегка обжарю на оливковом масле зелень, спаржу и перец. По правде сказать, перец мне нравится на вкус гораздо больше, чем спаржа. Я и спаржу-то в первый раз попробовал лет, может быть, 5 или 7 назад. Но чего только не сделаешь, ради красивой картинки. А вот таким способом приготовленный перец распробовал только в Испании. Отличная закуска, я вам скажу. Главное его так поджарить, чтобы бока слегка-слегка подрумянились, и тоненькая пленочка начала местами отставать. И, конечно, посыпать крупной солью. Ну и перец, конечно, должен быть такой мелкий. Вот так будет отлично. Смотрите, какая красота. И картошка тоже готова. Люблю ее очень. И рыба готова. Проверю, как от костей отстает. Смотрите, очень хорошо. Все готово. Пора снимать пробу. Очень тонкий вкус рыбы. Кислинка лимона, острота перца. Мне очень нравится. Теперь перец. Смотрите, какой. Классный. Я же соль забыл, крупную. Вот так. И сюда тоже. Другое дело. Мировой закусон. Он с легкой остринкой, этот перец. Он не острый. Он по шкале сколвила. Я про нее говорил. Вот в этом ролике. Щелкайте, если пропустили. По шкале сколвила, наверное, 30, может быть, 40 единиц. То есть, такая легкая-легкая остринка чувствуется. Очень хорошо. Ну и спаржа. Я руками, с вашего позволения. В качестве такой овощной составляющей неплохо. Что я могу сказать? Таким способом не обязательно готовить именно камбалу. Для этого годится любая рыба. Единственное, что нужно, корректировать время. Про время, как я уже говорил в начале ролика, заглядывайте в описание этого видео. Я обязательно там напишу. И подбирайте, конечно, под вашу микроволновку. Потому что все-таки время может разниться. Как я делаю? Ставлю минимальное время по таблице. Готовлю. В первый раз замечаю, что я достал рыбу из холодильника. Пробую. Не готово? Добавляю еще 2 минуты. Не готово? Еще 2 минуты. В среднем я таким макаром готовлю рыбу, которая весом до килограмма. По моим наблюдениям, приходится где-то процентов на 60 время, рекомендованное поварами Le Cordon Bleu, увеличивать. Для моей микроволновки. Для вашей, может быть, не понадобится ничего увеличивать. Проверьте. Это просто, это быстро. И это надо готовить. Это очень хорошо. Ну и картошечку. Смотрите, какая. Великолепно. Конечно, с этим же соусом. Очень хорошо. Вы знаете, на Канарах отвариваю картошку в морской воде. Понятно, что в России морскую воду умаешься искать. Поэтому просто крепко посолите ее, отварите картошку в мундирах до полной готовности, а потом разламываете, поливаете свежим лимонным соком и ешьте. Очень вкусно. Мне это очень нравится. В качестве гарнира к такому блюду в том числе. Такая мировая закуска. На сегодня это все. Если понравилось, вы знаете, что надо делать. Не понравилось. Выражайте свое мнение. Новые зрители, не забудьте подписаться, чтобы не потеряться и не расстроиться, когда вы пропустите новое видео. Спасибо за компанию. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова